Дорогие друзья, ну все, наверное, знают этот сериал «Игра престолов». Я его тоже знаю, я даже смотрел. Я, правда, у меня когда смотрение, оно часто бывает в предельном расфокусе. И я, честно говоря, вот первый сезон я смотрел, потому что была очень такая интересная история, как его преподносили с точки зрения кинематографа. И действительно там совершен акт, потрясающий для кино, когда главный герой погибает в середине первого сезона. То есть мы все считаем, что главный герой — это товарищ Севера, а потом выясняется, что ему кердок башка, и все пошло-поехало и так далее. Потом я уже стал путаться во всем происходящем, но там есть один персонаж, который все время, как появляется в кадре, привлекает мое внимание. Это Бес или Тирион Ланнистер. Я надеюсь, что я все правильно произношу. В общем, главное, что он не мать драконов. Значит, в чем прелесть этого персонажа? Значит, это человек, он карлик, и он в своей семье все время воспринимается как урод, как отец его там, видимо, совсем, как позор свой воспринимал. Поэтому вот он все время жил в конструкции, при которой он сам был исторгнут из социального поля. И его задача состояла в том, чтобы в это социальное поле вернуться. И удивительную метаморфозу. Он присутствует в социальном поле, как такой инфантерибль. У него там какие-то женщины легкого поведения, пьянство, значит, и так далее, и так далее. Ощущение такого абсолютного эгоцентрика. При этом на самом деле для того, чтобы вернуться в это поле, ему пришлось как-то осознать, может быть, не до конца. Это был какой-то процесс осознания, но это была адаптивная стратегия. Есть такое искажение, искажение в пользу собственного я. Когда мы, собственно, себя ставим в центр Вселенной, и все остальные вокруг нас крутятся. И, к сожалению, большинство из нас так и живет. Многие считают, что вот нишка, который вокруг, он специально для них сделан, но как-то плохо, поэтому они расстраиваются. На самом деле мы, конечно, такие букашки, причем в вихревом потоке. И ему пришлось от собственного я отказаться, хотя форма поведения у него такая эгоцентричная, вызывающая и так далее. Что ему это позволяет? Ему отказ от искажения в пользу собственного я позволяет понять мотивы других людей. Потому что если вы становитесь в центр и считаете, что мир создан вокруг вас и для вас, то мотивы других людей — это вторичное при взаимодействии. Сначала ваш мотив, вы хотите от этих любви, от этих поддержки, от этих того, от этого, от этого, от этого, от этого, от этого. Но если вы отказываетесь от этой эгоцентричной модели, как это сделал на самом деле БЕС, вы сначала думаете про мотивы людей, а потом смотрите, как ваши мотивы, ваши желания, ваши потребности, ваши интересы могут быть реализованы в сложившейся социальной структуре. И поэтому, несмотря на все войны, со всеми интриги, бесконечные социальные игры и так далее, он умудряется удивительным образом со всеми сохранять отношения, при которых возможен диалог, возможно обсуждение, возможно какие-то взаимные услуги и так далее. То есть во всем этом мире ослепленных буквально своим эгоцентризмом людей, каждый из которых борется, в общем, ну понятно, там это вопрос жизни и смерти в каком-то смысле, поэтому в рамках предложенных обстоятельствах это не кажется чрезвычайным. Если вы представите, что точно такое происходит в какой-нибудь компании, то мотивы, так сказать, вряд ли могут быть оправданы такие же воинственные. Но он умудряется в этом абсолютно эгоцентричном мире и проходить между всех этих социальных строп, струй, конфликтов, напряжений и так далее. И в этом смысле его поведение невероятно увлекательно. И актер, большой, конечно, талант, взглядом сообщать противоположное, что он сообщает своим внешним обликом. И если все время смотреть на этот конфликт, как он смотрит и как он ведет себя в пространстве, вы вдруг обнаруживаете, что он занимается диагностикой других людей, их мотивов, и подыскиванием правильных решений для того, чтобы сохранить стабильность, сохранить хоть какой-то мир, потому что даже плохой мир лучше какой-то ссоры. Это я плохо помню цитату. Но это уже из другого сериала, поэтому как-нибудь в другой раз.